Согласно недавно полученным данным, в США за своим физическим здоровьем больше следят мужчины, чем женщины. В России все наоборот. Женский пол тратит много денег на правильное питание и занятия спортом, в то время как мужчины привыкли свое свободное время проводить перед телевизором с бутылочкой пива. По статистике, женщины живут на 13 лет дольше мужчин. Однако это не повод для стресса, поскольку, как считают философы и вместе с ними медики, главное не сколько жить, а как прожить отпущенный век. Вы смотрите программу «Здоровье». Об этом мы поговорим сегодня. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. И знакомьтесь, пожалуйста, с моими собеседниками. У нас сегодня в гостях Игорь Слободенюк, полковник медицинской службы, кандидат медицинских наук. И далее Борис Сердюк, Николай Пахальницкий и Артур Сальманов. Кто есть, кто сейчас выясним в процессе нашего разговора. Говорить будем о мужском здоровье. Вот, честно говоря, готовилась к программе, хотела сказать, что сегодня в здоровье медик настоящий только один, но это оказалось совершенно не так. Сразу будем пояснять нашим зрителям, к медицине непосредственное отношение имеет еще и Николайда. Да? Да. Не к медицине, а именно к психологии. Ну, тем не менее, из этой же области. И сразу, чтобы было также понимание сферы деятельности, Борис, так, кратко вот по жизни. Ну, сферы деятельности. Бывший милиционер. Бывший милиционер, подполковник милиции, служил верой и правдой нашему Отечеству, был в Чечне. А сейчас я занимаюсь творчеством, здоровым образом жизни и развиваю всяких интересных творческих людей. Ну, и Артур, юрисдикция, правильно? Государственный гражданский служащий. Вот, собственно, такой у нас сегодня состав. Собрался поговорить о мужском здоровье. И когда речь об этом заходит, чаще всего сразу же идет ассоциация со здоровьем сексуальным. Но мы, на самом деле, собрались поговорить не совсем об этом, скажем так. Вот красота, здоровье и физическая форма, Игорь Леонидович, насколько все это взаимосвязано? Или это все совершенно разные вещи? Мне кажется, это вы правильно заметили, оно все взаимосвязано, потому что не может больной человек быть красивым и так далее. Все связано с здоровьем. Поэтому я уже неоднократно цитировал, вот мне нравится, еще древние говорили, здоровье это драгоценность, ради которой нужно не жалеть ни денег, ни времени. Потому что жизнь без этой драгоценности становится бессмысленной, никчемной и обременительной для самого человека и для окружающих. Поэтому здоровьем мне очень приятно в последнее время занимаются не только женщины, хотя они живут на 12-14, ну да, разные статистические данные, но и мужчины. И в последнее время радует тот факт, что в фитнес-клубах, в других учреждениях, просто на площадках, на спортивных, которые появляются сейчас, и детские площадки, спортивные, в скверах, там, в общественных местах, много можно увидеть молодых ребят, красивых, физически развитых, вот, школьники там упражняются, сколько кто может подтянуться, это какой-то дух соревновательности, это меня радует. Ну а так, если вспомнить и сказать здоровье, оно, проблема очень сложная, многофакторная, она зависит наше здоровье от основных таких составляющих данных. По данным Всемирной Организации Здравоохранения, здоровье на 50% зависит только от нас самих, от образа жизни, 20% это экологические вопросы, 20% генетика папа с мамой, и всего лишь 10% это медицина, ранняя диагностика и так далее. О, какое счастье на самом деле. Поэтому от самого человека половину зависит его здоровье. На первом месте нужно, все же, выделяет эта организация питания. Как человек питается? У нас в стране очень принято, многие люди переедают, и любой здоровый образ жизни, даже выезд на природу и так далее, заканчивается традиционно шашлыками, пивом, спиртными напитками и так далее. Хотя нужно какие-то соревнования, конкурсы, побегать. Ну вот, что питание. Питание очень важно, играет роль. Я уже на одной из передач говорил, есть пять законов рационального питания, и один из основополагающих, базовых, это является количественная адекватность питания. Сколько человек потребляет, столько он должен тратить. Если он тратит намного меньше, чем потребляет, все это остается в депо. Следующее, это качественная адекватность, должно быть определенное количество белков, жиров, углеводов, минеральных веществ, витаминов. Поэтому сейчас о питании, я думаю, сейчас тоже занимается косвенно вопросами. Вот и Андрей, правильное питание, воду, потребление, сколько жидкости. Поэтому он меня дополнит, и по питанию пару слов, наверное, скажет. Вы Николая имеете в виду, да? Николая. Николая и вот Андрей занимается. И Бориса. Хорошо. Вы правильно сказали, что можно много увидеть в спортивных залах молодых людей, но их, мне кажется, и было много. А вот сейчас все-таки там можно встретить мужчин разного совершенно возраста, как говорится. В залах разного возраста радует то, что больше появляется молодых людей. Если раньше, вот тенденция, даже 5-10 лет назад приходили люди, которые уже имели какие-то проблемы с здоровьем, то сейчас отрадно, что молодые люди понимают, что не приходить, когда уже что-то случилось. И главное, хоть не растрачивать то здоровье, которое имеешь. Поэтому очень много в залах молодых людей, старшеклассников, студентов, которые занимаются формированием своих фигур. Это, наверное, и престижно, потому что я думаю, что женщинам и девушкам нравятся люди с подтянутой, хорошей выправкой. А вот, знаете, давайте не будем голословными. Мы сейчас как раз узнаем, какие люди нравятся женщинам и девушкам. Об этом мы наших девушек самарских спросили. И сейчас, собственно говоря, и узнаем, правы ли вы. Спортивное телослаждение, ну, без пуза. Спортом, чтобы занимался. Вот. Руки, чтобы накачанные были? Ну, не так сильно. Сегка. У меня очень странное впечатление о мужчинах. Мне нравятся мальчики-программисты, худенькие, с красивыми руками. Это просто плетишь. У них, правда, должны быть очень красивые такие художественные руки с длинными пальцами. Собственно, как-то так. Я могу сказать, как он не должен выглядеть. Пожалуйста. Ну, не обязательно, чтобы он был красивым. Обязательно, чтобы он был уверенным. Ну, крупного телосложения. По крайней мере, крупнее меня. А крупного – это именно накачанного или немножечко с пузиком? Накачанного и высокого обязательно. А как достичь этого, по вашему мнению? Ну, заниматься спортом. Ну, думаю, это накачанный мужчина должен быть. Чисто внешне симпатичный. Вот. Что-то так. А если легкое такое пузико присутствует? Пойдет? Если легкое только. Очень легкое. Так нет. Ну, поджарый такой. Да, действительно. Ну, не перекачанный. Вот. А что необходимо делать мужчине, чтобы он стал твоим идеалом в физическом плане? Ага. Ну, наверное, вести здоровый образ жизни. Ну, я думаю, не явилось чем-то неожиданным для вас мнение наших девушек. Вот, кстати говоря, согласно проведенному всемирному опросу, идеальное мужское тело в глазах женщины выглядит так. Широкие плечи, высокий рост, узкие бедра. Вот, собственно, микс, который делает мужское тело привлекательным. Ну, я знаю, что Игорь Леонидович на занятиях всегда говорит о том, что глупо и недостаточно просто качать мышцы, да? Так я формулирую вас или не сам? Ну, не в такой категоричной форме. Мышцы придают, как говорится, ну, красоту, объем. Но это не должно быть самоцелью. Обязательно должна быть компонента, вот, направленная, как говорится, кардионагрузка на развитие выносливости. Обязательно гимнастическая, игровая, потому что человек должен быть, помимо, что красивая фигура, он должен быть ловкий, подвижный, выносливый. Я говорю, человек должен уметь убежать и догнать, уметь защититься, кого-то на руках подержать. Ребенка, вот это такая у меня, как говорится, философия. Поэтому обязательно мы в свои занятия вводим, помимо силовых, обязательно плавание, игра, там, начиная, там, волейбол, даже футбол. Вот это делает человека более ловким, координированным, подвижным. Он красиво движется, ну, типа, как вот танцоры, люди, которые занимаются балетом. Оно визуально смотрится намного лучше, чем человек закачанный, с горой мышц. Ну, и не секрет, что это тоже дополнительно хоть жировая, хоть мышечная масса, это нагрузка на суставы, на миокард. Поэтому нужно придерживаться определенных стандартов, как сейчас. Индекс массы тела, он должен соответствовать международному стандарту. И от 18,5 до 24,5 в этот отрезок вкладывать, вписываться. Вот. Я должен сказать, что мужчины, даже которые вот уже занимаются, приходят с некоторыми болезнями, они получают очень обнадеживающие результаты. Подходят мужчины, у них снижается сахар в крови, снижается вес, сразу снижается давление, улучшаются показатели, биохимические показатели крови. Поэтому, я думаю, что все, кто занимается, они рано или поздно получают такой вот позитивный момент. Ну, есть категория мужчин, которые занимаются в спортзале для того, чтобы быть такими, как вы сказали, с горой мышц. Это на самом деле красиво, да. Вот. Но я так понимаю, что у нас здесь вот представители несколько иного течения. Мы, поскольку сегодня говорили уже о том, что здоровый образ жизни и не только красивая фигура, да. Но достаточно часто можно слышать мнение от мужчин о том, что я не хожу в спортивный зал, я не занимаюсь никакими физическими упражнениями, только потому, что мне некогда. Я очень устаю, я много работаю, я устаю и так далее. Но мне кажется, что здесь такая взаимосвязь совершенно очевидная. Он и устает-то, потому что он не тренирован физически. Я могу вам добавить. Когда мужчины говорят, что им некогда, это однозначно они себя не любят. Потому что если себя не любить, то ты никогда не найдешь время на то, чтобы было когда. Да. И порой зачастую у многих мужчин проходят так годы, потом десятилетия, и происходит то, что происходит. Вот, допустим, Игорь Леонидович, мы вот когда узнали его возраст, мы были крайне удивлены. Сообщите нашим зрителям. И мы прям, естественно, потянулись, мы как бы вот в себя в обозримом будущем, через 20-30 лет увидеть такими, но это должен мечтать, я думаю, каждый мужчина. Ну, да, женщины провожают вас восхищенными взглядами, могу, в общем, свидетельствовать тому, сколько лет вам, Игорь Леонидович? Если я не буду кокетничать, я с 51, с августа 51 года рождения, 59 лет отслужил вооруженных сил, вот сейчас 56 год занимаюсь в фитнес-клубах и провожу, как говорится, такую провинтивную работу, чтобы не допустить, чтобы люди не попадали на лечебные койки, в лечебные, как называют, лечебно-профилактические учреждения, а чувствовали себя хорошо, посещали спортзалы, это и дешевле, и приятнее. И еще должен сказать, что очень много, беседуя со своими друзьями, клиентами и так далее, человек после работы, вот то, что вы сказали, тяжело, усталый, он приходит в зал, после зала, вместо того, чтобы больше еще устать, он выходит с зарядом энергии, бодрости, свежести и готов на дальнейшие подвиги и совершения. Поэтому мужчинам, которые думают идти, не идти, я устал, получается замкнутый круг, человек встает, приходит, сидит на диване, смотрит телевизор, набирает избыточную массу и получается порочный круг, он не может себя заставить. Ну, тут еще должны быть волевые такие какие-то параметры. Я думаю, что вот опрос этих нас, которые сейчас, женщины, может, это стимульнет, что они больше нравятся, а то вот молодые ребята будут более активно заниматься. Артур, что касается госслужбы, это не то, когда можно в любое время уехать с работы, сбегать в спортзал, позаниматься и так далее, правильно? Конечно. Конечно. Тем не менее, вы этому уделяете, насколько я понимаю, много внимания. Чем ваш интерес подпитывается? Мой интерес подпитывается сугубо положительными эмоциями и моим превосходным, как сказать, состоянием, здоровьем, которое нужно только поддерживать постоянными тренировками. Ну вот, возвращаясь к предыдущей теме, когда человек говорит, ну, мужчина или, не знаю, молодой человек говорит, что некогда или то, что устал, это в корне. Корне, конечно, неверно. Потому что наличие, сейчас мы живем как в современном мире, сейчас большинство работы связано с сидячим образом жизни, есть у многих наличие личного автомобиля, то есть человек не двигается. Если ты приходишь с работы и говоришь, что ты устал, ты устал только психологически. Никакой физической нагрузки в течение дня ты не получаешь. Существуют лифты, транспорт, человек не ходит, человек не двигается. А как раз занятия физическими нагрузками, походами в спортзал, они дают почувствовать то, что ты не чувствуешь в течение этого дня. То есть физическую разгрузку. И после такой разгрузки ты готов, правильно сказал Георгиевич, только к новым совершениям и открытиям. По себе могу сказать, что после тренировки ты чувствуешь себя гораздо бодрее, чем чувствуешь себя с утра, когда ты выспался. Контрастный душ по окончанию. Выходишь, птички поют, любая погода тебя радует. Николай, можно ходить в спортивный зал, можно ходить каждый день. Вопрос в том, чем там заниматься. Насколько мне известно, кроме суставной гимнастики вы еще занимаетесь йогой и может быть чем-то еще. Как вы для себя определяете свои физические нагрузки и их направленность? Вы знаете, вот мы сейчас говорили о том, что дают физические упражнения, то есть это хорошее самочувствие, но мы не затронули психологический аспект. Вот занятия непосредственно йоги, когда идет вытяжка в спокойном состоянии, они гармонизируют человека. То есть человек становится более эмоционально стабилен. Вот и соответственно уже жизнь, она идет иным образом. Поэтому вот занятие йогой как раз это и дает. Оно дает и гибкость тела, оно дает и психоэмоциональные составляющие, то есть хорошее самочувствие. Ну как я пришел еще к суставной гимнастике, скажем, в йоге не было достаточно, допустим, укрепления мышц живота, спины и так далее. Хотелось чего-то еще и вот более интенсивно я решил еще посещать суставную гимнастику непосредственно. Вот здесь уже идет прокачка, здесь идет все с потом выходит, ну и в общем такое двухсторонняя тренировка. Это только формирование фигуры или более? Вы знаете, как вот о формировании фигуры меня вообще мало заботит. Меня больше интересует вот свое внутреннее состояние, как себя ощущаешь. Вот это более того. Мне кажется, когда ведешь вот образ жизни такой, а фигура, она и сама придет в нужное состояние тела, вот каким оно должно быть от природы. Наверное, слишком красивое тело тоже не есть хорошо, потому что это какие-то дополнительные перенагрузки, которые изнашивают человека. Вот сейчас футбол идет, чемпионат мира, вот посмотрите на футболистов, у них тело вот практически всех, оно идеальное. Ну за счет чего достигается эта идеальность? То есть это за счет многодневными перегрузками. Ну мы понимаем, они много бегают, то есть за матч они там изнашиваются, ой-ой-ой, как. Вот, то есть вот сама занятие рядом ради красоты не дает здоровья. Вот, ну это вот что, на мой взгляд. Кстати, знаете, вот еще хотелось бы затронуть тему, вот, что некогда заниматься мужчина. Вот если на психологический язык перевести, то некогда, это значит не хочу, значит не нужно. И вот над этим стоит и подумать. Вот над этим стоит подумать. Если это нужно становится, время всегда находится. Это всего лишь отговорки, не более того. Борис, всех присутствующих здесь объединяет одно, как минимум, занятие суставной гимнастикой. Все-таки, вот по-вашему, коль скоро вы для себя ее тоже избрали, в чем прелесть этого вида занятий? Ну, я скажу немножко поглубже, потому что я человек творческий, и вижу как-то это еще с другой стороны. На самом деле, то, что касается, если наших суставов взять ладони, локти, плечи, колени, ступни, бедра. Здесь тоже самое находятся также вихревые чакры, которые мы знаем, их семь штук в теле человека. И когда мы их развиваем, то мы нормализуем потоки энергии, которые проходят и нам, и через ноги, и через руки. И когда у нас нет блоков вот в этих именно суставах, то есть нет хруста, нет боли, нет еще что-то там, шлаков, не залеживается, соль. То есть течение энергии по телу абсолютно нормализуется. Это я просто читал в старых святых писаниях об этом. И когда я вот понял, что эти упражнения, они все, в принципе, нацелены на изометрию тела, на растяжение, это все равно, что мы вдохнули, выдохнули, мы растянулись, сжались. А сколько времени вы занимаетесь? Я занимаюсь в октябре будет год. И то, что... За этот год вот какие-то ощущения изменились? Что вы заметили? Или просто комфортно? Заметил не только я, заметили окружающие, потому что я тоже 70-го года рождения, которые меня встречают на улице, говорят, ты что с собой делаешь? Я просто рассказываю, что вот занимаюсь гимнастикой, веду здоровый образ жизни. А внутренние ощущения... То есть вы и внешне изменились, если это замечают? Просто они, окружающие, меняются быстрее в сторону старости, зрелого возраста. А мы, как бы, наверное, немножко не то, что закоксовываемся, а находимся вот в одном состоянии какой-то период времени. И я совершенно согласен с Николаем. То есть есть внутренняя гармония. И я начал писать молитвы. То есть все больше и больше. А каждый день пишу по молитве. То размещая их на сайте. То есть вот эта гармония дает и наполненность. Это еще и один из ваших личных, видимо, рецептов здоровья, да? Да, у меня есть личный рецепт здоровья, но о нем, может, поговорим на следующей передаче. Игорь Леонидович, мы в одной из передач буквально о здоровье недавно говорили про остеохондроз и говорили о том, что это заболевание, которое практически никто не избежит его. Идет время, там изнашиваются суставы и так далее. Вот мы сейчас говорим про суставную гимнастику. А можно ли посредством этого, ну, я не знаю, избежать, получается, все равно нельзя остеохондроза. А что можно сделать? Ну, так категорично сказать, что избежать нельзя. Мы не будем на этом, как говорится, акцентировать внимание. Действительно, эта проблема, она молодеет. И сейчас проблема остеохондроза сталкиваются люди в 30 лет и даже в 29-28. Но эту проблему можно избежать, потому что все знают, что избежать остеохондроза, это нужно создавать мышечный корсет. Когда мышцы поддерживают позвоночник в вертикальном положении, нет нагрузки, нет смещения позвонков. И человек чувствует себя хорошо. Но чтобы держать, это, собственно говоря, проблема цивилизации. Это мы платим за то, что мы вертикально находимся. Например, остеохондроза в животных, в кошках, в собак не существует, потому что они на четвереньках двигаются. Поэтому обязательно нужно разгружать спину. Это упражнение очень полезно. Плавание. Сейчас очень много бассейнов, поэтому плавание укрепляет. Мы горизонтально находимся, укрепляются связки, суставы, мышцы. Но одно плавание, тоже проблема комплексная, без создания такого мышечного корсета, она менее эффективна. Существуют разные, тут и мануалы работают, и физиопроцедуры различные. Но одна из важных составляющих, это именно двигательная активность, суставная гимнастика, гимнастические различные упражнения. Ну и я бы хотел сказать, что, Николай затронул проблему, две есть. Есть спорт и физкультура. Спорт, как мы знаем, это тяжелый вредный труд, вредный для здоровья, это тяжелый физический труд. А мы говорим о фитнесе, о физкультуре, о дозированной нагрузке. И вот эта дозированная нагрузка, она еще является мощным антистрессорным фактором. Артур правильно сказал, на работе в основном психоэмоциональная нагрузка. Решаем разные проблемы, приходим в зал, мы разрушаемся, потеем, утоляем. Профилактика депрессии и стрессов. Профилактика стрессов, профилактика депрессии, отсюда хорошее состояние, самочувствие. И профилактика тех же болезней цивилизации, тех же обменных процессов, различных подакр, остеохондрозов, нарушения обмена веществ. И перед эфиром мы еще с вами говорили о том, что собственное здоровье – это, в общем-то, личное дело каждого, но не совсем. Это еще и дело государства, правильно, Артур? Конечно. В первую очередь государство заинтересовано в здоровье нации, потому что здоровая нация – это здоровье государства. И государство существует для того, чтобы народ жил, процветал и стремился только к лучшему. То есть, если вы не хотите быть здоровыми, государство вас заставит. Она вам поможет в добровольно-принудительном порядке. А все-таки что мы имеем в виду? Мы имеем в виду поддержку спорта, конечно, поддержку молодежного спорта. Это и строительство бассейнов, это создание площадок, это проведение различных мероприятий, направленных на оздоровление нации. Конечно, как сказать, прогресс, он не стоит на месте, и медицина не стоит на месте. Но все-таки лучше ходить в зал заниматься, заниматься собственным здоровьем, правильно питаться, возможно, выезжать за город на выходные. И не для того, чтобы поесть шашлычок с какими-то напитками горячительными, а чтобы прокатиться на велосипеде или погулять. И никогда до этих врачей, всем, как сказать, этого желаю, не дойти. Не до каких. Ну, поговорили мы это здорово, конечно, но я думаю, самое ценное – это практические советы. Давайте сейчас, я хотела бы попросить из вашего личного опыта, может быть, вот вы, Николай, не только ведь нужно ходить в спортзал, можно еще и дома какие-то упражнения сделать. Может быть, покажете нам какое-то упражнение из ваших, ну, возможно, самых любимых, из суставной гимнастики, что-нибудь? А Игорь Леонидович прокомментирует, да? Да, хорошо. Ну, вот одно из мультисуставных таких упражнений, Воин-1, вот мы делаем такую позу, принимаем 90 градусов в коленном составе, перпендикулярно на голеностоп, и где-то в течение минут, в 10 секунд продержали. С такого положения мы выходим в руку по внутренней поверхности голени, делаем разворот, держим 10 секунд. Руки идут на поясницу, разворачиваемся, поднимаем вверх, выравниваем позвоночник от макушки до пятки ревной линии, в течение 10 минут удерживаем, чувствуем прилив бодрости, и на аре человек даже начинает потеть. Спасибо, Николай. Вот, Борис, после того, как вы утром постояли в позе Воин-1, что еще вы вообще используете для себя? Сейчас Игорь Лянец тоже скажет, то есть? Очень полезно, мы держим баланс, делать ротационные круговые движения в тазобедренном суставе. Не секрет, что головка, шейка тазобедренного сустава, они проблемное место человеческого организма, поэтому наружу по 10-20 раз, и потом также внутрь держим баланс, на одной ноге включаются мышцы-стабилизаторы, большинство мышц участвуют в этом движении, наружу, внутрь, круговые движения. И очень мощная разработка тазобедренного сустава, боковые махи за спиной до уровня плеча, справа и левой ноги по 20 раз. То есть не только проработка суставов, но еще и стабилизация, да? Да, и стабилизация, мы держим равновесие, включаются мышцы-стабилизаторы. И еще какой-нибудь маленький секретик. Буквально секрет, я вот всем рекомендую, меридианная гимнастика, занимает не больше пяти минут, начинаем с ладонь, очень много биологически активных точек, мы мощно растираем, к открытым глазам на 10 секунд прикладываем. Потом похлопывание, любой массаж, помимо разминания, растирания, включает похлопывание по рукам, область сердца, область печени, область желудка, ноги, ягодичные мышцы, область желудка. Прохлопываешь все по 10 секунд. И чувствуешь прилив бодрости, энергии, очень хорошее самочувствие, можете убедиться сами на себе. Не больше пяти минут, и утром, проведя эту меридианную гимнастику, человек просто невозможно ему потом уснуть, чтобы на дороге был сон и так далее. Прилив бодрости. Рекомендую всем попробовать. Да, первый раз, когда выглядит со стороны очень смешно и весело. И весело, да. Меридианная гимнастика. Но мы сегодня говорили о том, собственно, как прожить отпущенный нам век. Личный выбор каждого, естественно. Ваш выбор вы уже озвучили. Но вот Артур уже сказал, что от этого получаешь удовольствие. Или как сегодня любят. Да, совершенно верно. Еще и молодежь говорит кайф. Что такое кайф вообще? Как бы вы это могли сформулировать? Вы знаете, вот у многих понятия слова кайф, вот как сам термин, вот что туда вкладываем, там, ну, значит, выпить надо, покурить, там, поесть вкусно, много, и вот часто на ночь, там, перед тем, как спать, лечь, вот. Ну, вот такое представление о самом термине кайф. Вот что вкладываю я в этот термин? Кайф – это когда дышишь полной грудью, когда ты не переел, утром проснулся бодрый, то есть чувствуешь себя хорошо. А если взять, там, утро первого января, там, просыпаешься, у тебя не болит голова, ты в прекрасном настроении. Ты не наелся пельмени. Да, катаешься на лыжах, там, в спортзал куда-нибудь. Ну, вот, если мы заменяем понятие кайф, то есть в моем понимании кайф – это классно, хорошо себя чувствовать. Я полностью поддерживаю Николая. Мы с Артуром получили кайф, угодно, первого января этого года, когда мы пришли, позанимались, поиграли в волейбол, позанимались единоборствами. И таким образом отметили наступление Нового года. Вот это кайф. Получайте кайф, не только в Новогодний день. Знаете ли вы, что мужчины спортивного телосложения чаще получают повышение по службе, и им проще произвести хорошее впечатление на собеседованиях? А связано это с тем, что спортивный мужчина ассоциируется с целеустремленностью и уверенностью. А именно эти качества большинство руководителей ценят в своих подчиненных. Правда, Артур? Да, несомненно. Будьте здоровы. Получайте кайф. Получайте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова